Доброе утро, дамы и господа. Мы начинаем конференцию. Для меня это необычно, потому как конференцию обычно ведет модератор. И он и сегодня, она потом будет и сегодня вести. Я буду только следить за временем. Я прошу Лелю Пенхасик рассказать нам о распределении времени, об участниках и о распределении времени. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас заседание, которое мы называем «Новости науки и техники». Пытаемся мы такие заседания проводить один-два раза в год. В этом году наше заседание посвящено следующим темам. Значит, мы собираемся дать обзоры Нобелевских премий за этот год по химии, физике и медицине. Дальше познакомит нас Миша Корсунский с последними работами Хокинга. И я хочу рассказать о событии в Америке, фактически о дате такой знаменательной 60 лет НАСА празднует в этом году Америка и несколько других дат, связанных с космическими достижениями. К сожалению, первый докладчик, первая даром, заболела. Она должна была очень тщательно готовилась и была, так сказать, взволнована тем, что она давно не выступала. Подготовила тезисы, но, к сожалению, она прийти не сможет. Поэтому, чтобы все-таки было представление, о чем шла речь, что она собиралась нам рассказать, я коротко скажу, что Нобелевская премия по химии... Мы с Лирией Смутер дадим краткое представление о том, за что получена Нобелевская премия по химии этого года. Значит, Нобелевская премия по химии в этом году была просуждена Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер. И их работы связаны... Причем я хочу сказать, что это не работы одного дня, это работы многих лет. Они работали над своими темами в течение даже десятков лет. Значит, Фрэнсис Арнольд, женщина, она получила премию, которая называется по направленной эволюции ферментов молекул, катализирующие биохимические реакции. Ну, чуть-чуть расшифрую, что это значит. Ферменты это вещества, которые ускоряют или не ускоряют, которые влияют на процесс протекания химических реакций. И вот, она создала метод эволюции этих ферментов. Что под этим понимается? Значит, если у нас есть фермент, это какой-то белок, предположим, и его деятельность определяется набором генов. Так вот, разработан метод мутации отдельных генов какого-то белка, в результате которого у него развиваются новые свойства. И эти новые свойства изучаются и в дальнейшем могут быть использованы для получения новых типов лекарств и новых, в данном случае, конкретно новых типов топлива. Вот, ценность этих работ в том, что они имеют выход в реальную жизнь, получение лекарств и получение новых видов топлива. А о том, что сделали вторая группа ученых, расскажет Виля Шмутер. Я специально не готовилась к этой теме, поэтому в нескольких словах вторую половину Нобелевской премии по химии получили, уже Лёля сказала. Джордж, 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 как его хмель, Вистер и Грегори Смит. Значит, первый из них, Смит, очень оригинальный метод разработал, который называется фазовый дисплей. Заключается он, сложный метод такой, заключается он в том, что вводится ген в факт, бактериофак, который является вирусом бактерий. Бактериофак в его ДНК вводится ген для того протеина, который нам хочется получить. Потом этот ДНК, сведенный в него с помощью новейших технологий генов, вводится в бактерию. А бактерия в этой бактерии, бактериофак, очень быстро вирус бактерии, бактерию использует для своего размножения. Размножается с огромной быстротой и выделяет на своей поверхности тот пептид, который необходим, который мы хотели получить. Таким образом, потом этот пептид снимают с фага и получают огромное количество того пептида, который мы задумали получить. А этот метод оригинальный использовал Винтер для того, чтобы в ДНК фага помещать ту часть антитела, которая является ответственной за присоединение к антигену. Антитела состоит из двух частей. Одна такая постоянная часть и два разветвления, на концах которых находится специфическая часть. Та часть, которая присоединяется к антигену. Вот эту часть специфическую вводят в бактериофак, так же точно, как вводил пептид. И так же бактериофак попадает, потом вводится в бактериальную клетку, размножается и выходит на поверхность вот этих окончания, так сказать, антител. Которые мы хотим, чтобы действовали потом на раковые клетки или на какие-то другие, присоединялись к тому, чему мы хотим присоединяться. А потом он вводит опять направленную эволюцию. Это из всего разнообразия полученных вот этих окончаний антител выбираются те, которые больше всего подходят к субстрату. И эти отбираются и опять начинают сначала вводят их опять в факт, опять их размножают. И в результате так через три примерно таких повтора получаются очень специфические, с большей специфичностью антитела, которые присоединяются к той цели, которая нужна. Таким образом, уже ему удалось даже FDA, апробированную, создать лекарство, которое действует при ревматоидном артрите и других видах алтаймурных заболеваний. Лекарство называется хюмера. И таким образом он надеется также создать такие антитела для некоторых, при некоторых раковых заболеваниях. Черт, табаку сказать. Леонид, скажите, пожалуйста, о распределении времени. Сколько дается каждому участнику? Ну, я не знаю, так как у нас одного закладчика нет. Давайте так по 15 минут приблизительно. Точно, точность, по-моему, здесь плюс-минус 2 минуты, по-моему, это. Значит, если кто-то хочет еще... В прошлый раз, когда было такое соцсетание, и у нас было 10 минут на каждого до кончика, в зала были такие предложения. Не обраничивают время или... Слышно. Потому что достаточно ярко, мало время. Лучше сказали, поменьше информации, но по разнообразию. Такая вот форма, мужчина, по поводу... Вот я вам хотел это подсказать. Или сказать модератору, чтобы... Я нечего не... Я прошу... Я прошу модератора больше не перебивать. Пожалуйста. Значит, если у кого-нибудь есть по поводу... Вот Нобелевской премии по химии. Какие-нибудь мысли, что-то, какие-то знания. Пожалуйста, можно добавить. Или вопрос. Чувствуй. Ничего не пишется. Борис Борисович, ничего не хотите добавить? Нет, вопрос есть. Ну, значит, это не наш доклад. Это, так сказать, просто информация. А следующий доклад у нас Нобелевская премия по физике. И докладываем. Теология. А? По физике. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы перед фактической частью доклада несколько слов сказать вообще о Нобелевских премиях, о процедуре и прочее. Разумеется, мы все знаем, но иногда, может быть, кто-то забыл или там не помнит. Так вот, естественно, всегда возникает вопрос, я думаю, многие из нас задавали этот вопрос, а какой же самый большой, самый высокий критерий оценки качества научных работ? На этот, наверное, так не ответишь, потому что каждая страна, каждое направление отработали, там, систему защиты диссертаций, всяких премий и прочее. Но вот оказалось, что Нобелевская премия имеет и имеет вот значение такой верхней планки. Уж если Нобелевский лауреат, то это, конечно, самое высокое достижение. Всем нам известно, что Альфред Ноды, который родился в 1833 году, а умер в 96-м, 63-х лет всего на все, был химиком, изобретателем, инженером и очень и очень активно занимался разработкой всяких новых технологий. Он защитил, будем говорить, 360 патентов у него было. По этим патентам он получал, естественно, отчисления, оплату, но самый большой приток средств у него был за изобретение динамита. Ну и, кроме того, за работу по нефти. Он вместе с братом в Азербайджане купил там производство по переработке допущей нефти и основной капитал был составлен у него по нефти и по динамиту. По существу он был бизнесменом, который работал на военную промышленность. Еще в молодые годы он купил металлообрабатывающий завод, где делались пушки и так далее. Но, несмотря на это, он был большим гуманистом. Вот это особенность, видимо, человеческого характера, человеческой психологии. И, как пишут знающие люди, подтолкнула его вот эта вот идея возникновения премии. Смерть брата, старший брат у него был, они вместе работали. И вот после смерти брата Альфред задумался, вообще, а какова его роль вообще в жизни? Что он сделал? Что он для человечества сделал? Как? Ну, он был вообще-то очень грамотным, а шесть языков знал свободно. Ездил и в Европе, и в Америке, и везде. То есть он был очень образованным человеком. И вот для того, чтобы реализовать вот эту идею своего значения, он написал завещание, изменил прежнее, которое было направлено родственникам, и составил завещание. Мы в интернете можем его прочесть. Оно составлено очень и очень четко, грамотно, ясно. И в соответствии с этим завещанием, он выделил пять направлений науки. Это физику, химию, физиологию, медицину и литературу. Что-то четыре получается. Вот. И четыре, пятое, это премия мира. Премии эти по завещанию строго регламентированы, как их выдавать, как делить средства, там и прочее, и прочее. И премия является вечной, потому что она выдается от процентов на основной капитал. Основной капитал у него был весьма и весьма приличный. Ну вот в интернете все время они мастера такие. То в долларах пишут, то в шведских кронах, то в норвежских кронах. И понять, какая там сумма есть. Но я тут занялся пересчетом. И получил, что основной капитал Нобеля, с которого идут проценты, такой, где он, основной капитал, что-то 0,9 миллиарда долларов. Ну, по сегодняшнему курсу. Ну, и создан Нобелевский комитет. Вообще-то их два в основном. Один в Норвегии, другой в Швеции, но основной это все-таки... Норвегий шведский, да? В Норвегии летом. Норвегий только бьет, премия мира. Да, хорошо. И процедура представления премии такая. Каждый год, вернее за год до декабря, 10 декабря каждого года присваивается премия и проводится торжественное собрание. А за год до этого комитет рассылает примерно 3000 людей и писем, которые выбирают кандидатов. Характерно, что в соответствии с завещанием все это делается тайно, ну негласно, короче говоря. Это очень мудрая идея, потому что все бы переругались, придрались, что мне не дали, а этому дали. Ничего не известно до последнего дня, когда на процедуре объявляют, не на процедуре, а раньше буквально за несколько дней, объявляют фамилии лауреата. Ну и по желанию Нобеля выдвигается только три кандидата по каждой номинации, не больше трех. И там система деления этой премии такова, что если три одинаковые вкладки, то тогда на три части делится. Если, допустим, одно изобретение два человека делают, то определяется премия не на человека, а на изобретение. И поэтому они получают там одну четвертую и так далее. Вот это особенность. Ну и я уже начал говорить о суммах. Поскольку фонд премии рассчитывается из общего фонда Нобеля, то проценты разные в разные годы. И вот сумма была такая. Вот, например, в 2000 году 0,9 миллиона 900 тысяч. В 2007 году была самая высокая величина премии. 1 миллион 560 тысяч. В 2017 году 1,12 миллиона. Но это громадные, конечно, деньги. Поэтому премия является и престижной, и в то же время очень высокой. Ну, естественно, нам, людям далеким от Нобелевской премии, может быть интересно узнать, как вообще происходит. А происходит вся эта процедура чрезвычайно на высоком организационном уровне. Ну, потому что курирует король, сам он участвует и прочее. Получается так, что вручается премия. Премию вручает король. И после этого эти кандидаты выступают в так называемой Нобелевской лекции, которая содержит основную информацию по выполненным работам. Начиналась выплата премии с 1901 года. И первую премию получил Рентген. Это очень показательно, потому что Рентген сделал действительно выдающееся открытие. Ну, а потом тоже, например, по физике получали премию все основоположники направлений. И Планк, и там, ну, Фейн, само собой, Гельзенберг, Пауле и прочее. Ну, все те, которых мы в учебниках встречаем как основоположники великих направлений, все они получили премии. Ну, однако, ну, раньше так же и было, но вот особенно в последние годы, премия стала выдаваться не за какую-то конкретную работу, а за серию работ на протяжении многих лет. Вот, например, я буду говорить о премии по физике, такой Артур Эшкин. Он 30-летней давности работу, получил премию за работу 30-летней давности по классу. Вот, и это интересная особенность. Так вот, любопытно, конечно, вот эта процедура проводится после выручения и после Нобелевской лекции банкет, на которой приглашается ни много ни мало 1400-1500 человек. Это огромное, конечно, событие. Ну, и там процедура такая очень интересная. Все, во-первых, меню не разглашается тоже, и все люди узнают меню только всем за стол вот этого банкета. Далее, все рассчитано по минутам. Например, заключительной частью обеда является выносить мороженого. Так рассчитано 3 минуты от первого официанта до последнего. 3 минуты. А как они успевают тогда? 1400 человек. Ну вот, успевают. Для процедуры этой изготовлено за полтора миллиона комплект посуды. Там тарелки, бокалы с портретом Нобеля и прочее. И вот, например, сделано... Сколько там у меня цифры? Я сейчас скажу. 9500 тарелок, например, и одна чашка. Чашка эта предназначена для принцессы Лилиан, ну, которая сейчас, к сожалению, уже не жива, так как она не пьет кофе, пьет чай. Но плюс к этому, минус, вернее, этого комплекта, блюдце к этой чашке украдено было. Вот это очень интересная деталь, компрометирующая работу комитета. В зале находится 23 тысячи цветов. То есть эта процедура не только показывает великое достижение ученых, но и демонстрирует, ну, если не роскошь, да не роскошь, конечно, богатство, систему организации и так далее. Банкет начинается ровно в 9 часов вечера, когда в зал спускается король Швеции по подругу женщины лауреатом премии в данном сезоне. Если нет такого лауреата, то отдают жену какого-то из лауреатов. Важно то, чтобы рядом с королем была женщина. После ужина тоже король объявляет танцы, и в час 30 ночи процедура заканчивается. Ну, видимо, кто присутствовал, тот знает, все это хорошо. А вот в ратуше Стокгольма на следующий год и на следующее время подаются тоже любые блюда из меню Нобелевского ужина, ну, прошлых лет. Пишется, что это стоит не больше 200 долларов. Так что мы с вами можем пойти и попробовать вот этот продукт. Ну, вот это такие, может быть, сплетни светские. Ну, интересно, конечно, знать. Главное, что я хотел подчеркнуть, что очень высокая организация вот этого процедуры и очень высокий уровень сохранения капитала. Там работает, конечно, много людей, администрация. Они все время следят курсы. Нобелевский оставил свой капитал в ценных бумагах и в акциях там и прочих. Все это, естественно, меняется со временем. Это большая, конечно, финансовая работа. Ну, и я думаю, что Нобелевское время это действительно самая высокая планка для научных работ. Мне кажется, в других областях знания таких премий не существует. Ну, может быть, по искусству где-то есть и прочее. Но... Ну, вот, спасибо. А моя часть доклада очень короткая. Составляет она всего два доклада по физике. Лауреаты премии 18-го года. Первый из них Артур Эшкин. Это, естественно, еврей, поскольку его родители приехали из Одессы в начале сезона, в начале века. Артуру Эшкину 96 лет. Вот сейчас, когда он в декабре... А, так еще не было, чтобы выходить. Вот ему 96 лет. Кстати, по уставу, если человек, не приведи Господь, умер, то время не присуждается. А если он все-таки, ну, не смог прийти или по каким-то причинам, то время остается за ним. Более 30 лет назад Эшкин, работая в оптической фирме компании Bell, сделал вот такое открытие, которое использует эффект давления света на поверхность. Сам факт давления света было известно давным-давным-давно. Ну, Галилей еще объяснял направление хвоста комет, а хвосты от Солнца направлены тем, что от Солнца давление света идет, и хвосты вытягиваются. Ну, это-то так. Русский ученый Лебедев первым экспериментально измерил силу давления света. И вот сейчас мы знаем во всяких там научных киосках, продают такую игрушку. Шарик, из которого выкачан воздух, там на острие такая нельничная, лопаточки. Допустим, 4 лопаточки. С одной стороны зеркальные, а с другой черные. И выставляя эту игрушку на Солнце, мы добиваемся вращения, потому что на черную поверхность больше давления, светлое отражается меньше. Ну, это-то известно давно, но поскольку давление света чрезвычайно мало, например, от Солнца на всю Землю, на всю поверхность, идет энергия давления в 60 триллионов раз меньше гравитационного взаимодействия Земли и Солнца. Ну, были даже высказывания больших ученых, что никогда человечество не сможет использовать вот эту силу давления света. Но, Эшкин догадался сделать два таких шага. Первое. Он, известный к тому времени лазер, усовершенствовал таким образом, что луч можно максимально усилить. Ну, каждый из нас, особенно ребятишки, знает, что если взять увеличительное стекло и на Солнце привести, то можно поджечь бумагу и прочее. То есть, допустим, дециметр поверхности стекла собирает радиацию солнечную буквально в точку, в булавочную иголку. Поэтому тут большая. Ну, давным-давно известно, что таким образом даже плавят, вот, есть веревания, по-моему, даже завод солнечный. Нет веревания где-то... Уже его не Ташкент, что ли. В советское время был такой металлургический завод, который плавил металлы за счет солнечной энергии. Так вот, лазер такой концентрирует луч, вот мы внизу видим, и направляется этот луч на частицу. Вся эта методика работает применительно к наночастицам. Малень. И каким-то образом, это не пишется в описании, каким-то образом он добивается того, что силы действующего давления, вот они здесь показаны разными. Вот, допустим, идут там. Вы можете где? А. А, дойду. А. Вот, сам, вот свет идет. Вот это, условно, лазер изображен как линза. И вот, эти лучи фокусируются, вот эти лучи падают на тело, а здесь разлагается. Часть проходит внутрь, допустим, если это прозрачнее, внутри, там, внутреннее проголомление и так далее. А часть отражается обратно, и равнодействующая вот этих сил оказывается направлена вверх. Вот это, собственно, и есть изобретение. Вот так подобрать ситуацию, что, казалось бы, свет отсюда падает, в данном случае сверху, значит, сила должна быть вниз. А вот за счет преобразования этих потоков компонента, одна, это не все сияют, сюда идут, конечно. Одна из компонентов сила направлена кверху. Таким образом, если на частицу направлен луч, то частица идет к лучу. Это эффект, назван позднее лазерным пинцетом, и в настоящее время широко используется в медицине для управления, допустим, какими-то телами, ну или в физиологии, или в науке медицины, для того, чтобы перемещать наночастицы биологического характера. Сам луч, вот как показано это, сложно очень идет, вот частица, тут он концентрируется, а потом рассеянный идет в разные стороны. Но сама частица все-таки тянется сверху. Вот за это внешне можно сказать, что этим мы немножко обесценили Нобелевскую клипу, потому что не открытие сделано, а сделана методика. Но вот в Нобелевском завещании сказано, что премия дается за выдающее открытие или за методику, способствующему, способствующему дальнейшему продвижению. Вот как раз оба, вот мы сейчас вернемся к второму, оба нынешних главаряда, или их трое, как раз получили не за открытие. По сравнению с Штейном, или там Кланком, там Павлем, Эйзенбергом, это, конечно, третий сорт, будем говорить. Но это не противоречит завещанию Нобеля, и это решение комитета. Может быть, так вот между нами, не говоря, местечковая точка зрения. Может быть, это связано с тем, что сейчас уровень науки столь высок, что вот так взять и сделать открытие, ну, это чрезвычайно трудно. Это обычно коллективы работают и прочее. Но может быть, где-то подрастает девочка или юноша, который через 10 лет сделает выдающее за открытие. Второе будет любезно. Вторая премия присуждена двум исследователям. Это Жерард Мур, французский ученый, и Донна Стриклинг, вот эта улыбающаяся дама. Они, я понимаю, на стажировке, видимо, что ли, работали в Америке. Видимо, такой тип наших стажировок или сколько-то. И вместе. А на самом деле Жерард Мур является французским ученым, он живет в Париже. А Стриклинг канадка, и она сейчас как раз работает у себя в университете. У них идея такая. Увеличить энергию лазерного пучка. Ну, мы уже по первому накладу видели, что можно увеличить просто типа там собирать чуть-чуть линзу, но это увеличить в три раза. А они изобрели вот такую ситуацию. Там не очень понятно, но тем не менее. Вот черный квадратик это источник источник излучения. вот первый вот этот пик это исходный импульс, энергия исходного импульса в лазерное излучение. Этот луч направляется на так называемое дифракционное решетки. И фракционная решетка это прозрачная пластинка, на которой нацарапаны полосы, но они являются темными. И эта пластинка работает как призма. Падающий на ее свет разлагается по спектру. А народ очень интересный. еще боюсь сказать чуть ли не трещели сделал вручную пластинку где на 1 миллиметр 600 линий нацарапано. Я не знаю как одну на миллиметр нацарапать, а тут 600. Ну а современные конечно там механические всякие станки делают пластинки тоже 400 500 600 линий на миллиметр. И чем больше линий тем лучше она разлагает свет в спектр. И вот эта дифракционная решетка разлагает вот этот слабенький пучок в спектр и он идет дальше вот здесь вот буква С еще такое куда-то исчез вот идет сюда тут как-то немножко схема идти отдельно вроде сделана идет сюда и получается расширенный спектр потому что пластинка как раз разлагает хотя лазерное излучение монохроматическое казалось бы и чего его разлагать для все но тем не менее они его разлагают по длинам получается вот такое а потом таким же образом усиливает еще вот эти квадратики это усилители света усиливает и снова разлагает спектр да даже тут и не надо разлагать а усиливает получается вот такое очень высокая интенсивность пучок таким таким образом установка позволяет увеличить мощность лазера во многие сотни раз вот это как раз составило содержание Нобелевской премии этих помянутых ученых ну я думаю что Нобелевский комитет не так сказать отклоняется от правильного пути завещания Нобеля ну может быть и бывают какие-то там сложности например Леонид нам скажет что в восемнадцатом году то есть в нашем году премия по литературе не присуждалась зато в девятнадцатом году будет две премии не присуждалась потому что там какие-то как пишут в интернете скандалы или там что-то но такой уровень без скандалов конечно не может обойтись вот таким образом два две премии три человека в 2018 году получили вполне достойно Нобелевской премии в сумме 1,12 миллиона долларов спасибо за внимание спасибо я ушел а у нас сразу вопросы мы так решили что после каждого сообщения если есть вопросы то то что что Белл который убегал на эти идти потом будет дуреть друг Ой, простите, я совсем стар и глух и не понял, что вы сказали. Фамилию кого-то? Нет, нет. Вот работа сделана, у вас написано, в лаборатории фирмы Белл. Я знаю, есть Белл Лакс, очень известная, там у них уже 8 нобелевских премий есть. Это та самая? Какая та самая? Это 18-го года премия? Нет, это лаборатория. Это известная лаборатория Белл, американская лаборатория. Есть Белл. Да, 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 конечно, конечно. Он был начальником оптической лаборатории фирмы Белл, а Белл-то ведь одна из самых выдающихся, крупных. А сейчас он просто научный сотрудник, 96 лет, конечно же, не будешь особенно командовать. Ну вот, тем не менее, работы 30-летней давности получили много люстов премий. Вот, находился. У меня вот здесь интересовал вопрос. Лазерное излучение, монохроматическое излучение, там когерентность, все там, как же это происходит, разложение, вот это вот, поясните, пожалуйста. Есть. Вот это и есть вопрос, который я сказал, что я не могу понять. Потому что лазерное излучение, вообще оно не полностью монохроматическое, оно обладает высокой степией монохроматичности. Но вместе с тем, получается, что его можно разложить, но это во второй работе, можно разложить спектр, видимо, как-то за счет плутации, частоты, что ли. Ну, в общем, они этого добились. В описании это не сказано. Приверена картинка и описано, как делалось, а физической основой не очень поясняются. Пожалуйста. Очень кратко, что такое лазер? Что такое лазер? Влажность? Лазер, лазер. А, лазер. Ну, мы все знаем, что это слово скомбинировано из первых букв самого прибора. Это лайт, это свет и так далее. Это прибор, который вырабатывает излучение монохроматическое, высокой интенсивности, а главное, высокой концентрации в пространстве, тонкий луч. И этот луч, как известно, не рассеивается сильно. Поэтому, когда на Луну направили лазер, то там пятно было, ну, что-то, меньше километра. А представьте, если прожектор направили, то, конечно, большая была. Вот такое. То есть это оптический прибор. Их сейчас море. А получается, с моей вот сермяжной точки зрения, так. Вот вы сидите на стадионе в футбол. Там у вас, допустим, пять тысяч людей бывает, кто футболисты у нас. И все молчают, беседуют, шум идет такой. Шум шумом. Потом вдруг забивают гол. И все эти пять или десять тысяч человек кричат гол. Получается огромная интенсивность и звук. То же самое с атомами. Они одновременно, под действием какого-то иницинирующего фактора, который тоже свет, вообще, чаще всего, или электрическое поле, они одновременно испускают излучение. Вот поэтому и получается, во-первых, монохроматическое, а во-вторых, очень высокой интенсивности. Спасибо. Боюсь, что я не удовлетворен, но это уже очень-очень много. Нужно ужасно закругляться с вопросами, потому что у нас очень мало времени. Я не понял, во втором изобретении, где дополнительный источник энергии, который позволяет получить импульс больше величины, чем ночи. С точки зрения сохранения энергии, да, это возникает вопрос такой. Вот откуда, собственно, взялась вот здесь? Был лучик определенной энергии, а потом тут крутили-крутили какие-то пластинки, то есть интенсивность его потерялась, он же проходил через тела, значит, он, казалось бы, должен быть ослабленный. И выйти он еще меньше. А то, что у него огромная энергия получилась, значит, он откуда-то получил эту энергию. Естественно, что закон сохранения энергии здесь не нарушается, а здесь просто происходит преобразование. А энергия наверняка там заключена, в самом лазере, когда его генерировали. Поэтому тут именно вот такой узкий лучик сначала растянуть, потом усилить, а потом снова его сжать. Ну, или оставить таким же. Получается, не в нарушение. Этот вопрос сразу, возникает, я пытался найти, но потом понял, что это и так ясно. Спасибо. Спасибо. Можно я одно слово скажу по этому слову? Но вы же представляете себе, что если идет свет от солнца, и вы подставляете лупу. Вы не меняете интенсивность источника, но вы меняете ход лучей. И из того, что он на рассеи нашел, он с лупой, благодаря привомлению внутри лупы, он идет уже только в одну точку. То есть эта же энергия с помощью преобразования направления движения луча преобразуется, идет в каком-то очень узком направлении. Вот и получается узконаправленный луч. У вас одну луч. Давайте кричать. Все, спасибо. Спасибо. Закончили с первым вопросом, да? Все, спасибо вам. То есть спасибо докладчику, что он сделал обзор по... Напомнил нам, кто забыл, если кто не знал, кто рассказал нам, о подробностях присуждения Нобелевских премий. Пожалуйста. Пожалуйста, кто на следующий? Рассказывает о Нобелевских премиях 2018 года по физиологии и медицине. В частности, это по медицине. Нобелевские премии... Внижный микрофон, а внижный микрофон, а внижный микрофон. Присуждена... Лея, опустите микрофон, пожалуйста. Так слышно? Да. Присуждена двум ученым, американскому ученому Джеймсу Эллисону и японскому ученому Тасуку Конджа за их открытие в лечении в новый подход в иммунотерапии рака, который заключается в стимуляции способности иммунной системы атаковать опухолевые клетки. То есть новый принцип они основали в терапии рака. В нескольких словах я остановлюсь на том, как работает клеточный иммунитет, в частности... В частности, Т-лимфоцит. Ну, видно, Т-лимфоцит, он отвечает за клеточный иммунитет таким образом... Видно, Т-лимфоцит отвечает таким образом, что он имеет возможность отличать своё от несвоего. То есть он... Несвоим является для Т-лимфоцита любая чужеродная клетка, ткань или орган, или своя клетка, которая становится чужеродной из-за того, что она мутирует. В том числе и раковая клетка является несвоим. Т-лимфоцит прикрепляется вот он, Т-лимфоцит. Вот он прикрепился к чужеродному антигену, и после того, как он прикрепляется, этого ещё мало. После этого, для того, чтобы активировать иммунную систему, ещё существуют на Т-лимфоците так называемые усилители или активаторы. И когда он присоединяется, этот активатор включается, иммунная Т-лимфоцит начинает своё действие, атакует и убивает эту клетку. Кроме активаторов на Т-лимфоците ещё имеются протеины, которые тормозят это действие. Потому что только регуляция иммунитета, только тогда нормально будет иммунитет работать. Если одновременно работают активаторы, и потом начинают работать тормозящие силы, для того, чтобы чересчур активна не была иммунная система. Если она будет чересчур активной, это тоже плохо для организма. Тогда возникают аутоиммунные процессы, воспалительные процессы. Ну и Т-лимфоцит может убивать тысячи и тысячи чужеродных таких антигенов, в том числе раковых клеток. Каждую секунду, мы с вами образуются мутации, образуются новые и новые мутирующие клетки, и Т-лимфоциты их убивают. Но некоторым клеткам удается избежать этого воздействия. Т-лимфоцитов они начинают бесконтрольно делиться, получается раковая опухоль. Раковая опухоль, когда образуется, она в свою очередь оказывает тормозящее действие, усиливает действие этих тормозов, оказывает тормозящее действие на иммунную систему. И вот идея была давно уже, с 19 века. Как же усилить эту иммунную систему для того, чтобы она могла лучше бороться с раковыми клетками. Ну и до сих пор достижения были очень незначительными. Вот что же сделали лауреаты этого года, лауреаты Лоберевской фигуры. В частности, Джеймс Алисон, он еще в 90-х годах прошлого века, он выявил, он выявил и другие, и другие ученые также обнаружили, что существует такой антиген. вот он, Си-Ти-Эл-4, антиген, а белок, протеин, который оказывает тормозящее действие на иммунную систему. И это было уже известно, известно, что этот белок тормозит, является тормозом, так называемым тормозом, брейком, или еще называемым чекпоинтом. И некоторые ученые хотели усилить этот чекпоинт, этот тормоз для того, чтобы бороться с аутоиммунными заболеваниями. А он поставил своей задачей ослабить действие этого тормоза, снять действие этого тормоза, для того, чтобы усилить иммунную систему с надеждой на то, что она может бороться с раковыми заболеваниями. Вот были им сделаны, приготовлены, разработано приготовление антител к этому белку, к этому белку тормозящему, и с помощью этих антител удалось заблокировать этот тормозящий белок. Для того, чтобы понять, будет ли это влиять на активацию иммунной системы, он проделал опыты на животных и в 1994 году были проделаны опыты на мышах, которые показали замечательные результаты. Мыши, которые имели раковые заболевания, были с помощью введения антител к этому тормозящему белку, были излечены. Ну, после этого очень много сил и усилий труда было приложено им, и также подключились другие ученые, для того, чтобы это сделать этот доступным для лечения людей таким способом. И много-много-много было всяких исследований. Наконец, в 2010 году были проведены испытания на людях, которые показали, что метод исключительно хорошо действует при меланоме в далеко зашедшей степени, которая уже была неизлечима, таким методом удалось излечивать это заболевание. Параллельно с Джеймсом Алистоном в Японии работал, независимо от него, японский ученый, который, японский ученый Тасуфу Конджа, который открыл другой белок на Т-лимфоцетах, который называется вот он, этот белок 5D1. Ну, он поначалу не знал, что это за белок. Многие годы ушло на то, чтобы понять, что это белок, который оказывает тормозящие влияние также на иммунитет. Ну, его метод воздействия на этот белок отличается от менодариса, но очень сложный, не буду на нем останавливаться, но также этот метод позволяет подавлять действия этого тормоза. И после того, как это тормозящее действие подавлено, начинает работать Т-лимфоцет начинает работать, открывается опять же эта активная часть, активатор, и эти лимфоцеты начинают действовать на раковые клетки, подавляя и убивая раковые клетки. Также длительная работа, конечно, была проделана им и другими учеными, и это привело, эти интенсивные исследования привели к тому, что в 2012 году клинические испытания продемонстрировали эффективность лечения больных с различными типами рака. была получена длительная ремиссия и возможно даже излечение у больных с метастатическим раком, с метастатическим раком, с состояниями, которые раньше, которые невозможно было излечить. Ну и после того, как эти начальные исследования показали такие положительные результаты, огромное число исследований последовало, и даже появилось название этого метода, называется иммуно-чекпоинт терапия рака. Очень для некоторых больных для любой изгрующей стадии рака это лечение сейчас применяется при раке легких, почек, почевого кузыря, меланомах, меланомах с метастазами и другим. Некоторые лекарства уже одобрены FDA. Это такие лекарства как хиррой против чекпоинт CTLA4 и Акдива и Китруда против ED1. Ожидается одобрение и других лекарств. Но необходимого в августе этого года появилась статья, которая показывает очень хорошие результаты при применении комплекса из двух этих лекарств. Одно, которое действует против тормоза одного тормоза, а другое против другого тормоза. И при этом получилось излечение продемонстрированное излечение людей с мелановой с метастазами рак. Необходимо остановиться на том, что эти методы имеют очень большие побочные эффекты. Во-первых, это очень дорогой метод, во-вторых, он действует не при всех формах рака пока, и самое важное, что он имеет очень большие побочные эффекты. Побочные эффекты связаны с тем, что слишком сильно работает, слишком активно работает иммунная система. Как уже было сказано, что когда тормоз снимается, то чрезмерная активность иммунной системы приводит к очень большим побочным эффектам. В частности, могут быть аутоиммунные заболевания, в частности, могут быть воспалительные процессы в различных органах, даже наблюдают в некоторых случаях спиртельные случаи. Сейчас учатся бороться с этими, вовремя их замечать, бороться с этими побочными эффектами. Ну, и цель ученых состоит в том, чтобы разрабатывать более, наилучшие сочетания разных этих методов, также сочетание этих методов с классическими методами борьбы с раком, и также стараться побороть побочные эффекты. И эти ученые, а также многие другие ученые работают в этом направлении. Вот в основном все. Жарственный вопрос. Иммунология. Если иммунологии что-нибудь подобное этому, как вы можете сравнить, достижение иммунологии должно быть довольно значительным. Я очень поняла вопрос. Иммунология, все это иммунологии, я не поняла, но в чем заключается вопрос. Это подтвердит достижение иммунологии в борьбе с раковыми заболеваниями. То есть то, что сейчас нашли способ снимать тормозящее действие т-лимфоциты, то тормозящее действие, которое раковая опухоль оказывает на т-лимфоцит, если это тормозящее действие снять, то иммунная система начинает более активно работать. И она способна, это иммунитет сам по себе уснуть, нормальные иммунные, т-лимфоциты гилеры способны убивать раковые клетки. Не знаю, ответил или нет. Я могу перефразировать это. Есть ли способы увеличения иммунной системы? Она же об этом говорит. Вот это же и есть способы увеличения. Это и есть активация иммунной системы. Еще наверное, но всегда в науке везде есть несколько способов достижения цели. Это один способ достижения цели. Есть и другие способы достижения цели увеличения силы иммунной системы. Есть разные способы вообще усиления иммунной системы вообще. А это целенаправленно. Целенаправленный метод усиления таким образом, чтобы снимать это тормозящее действие. Более целенаправленно. Именно связанное с тем, чтобы иммунная система могла бороться с возникающими ракомиками. Игорь, общие методы повышения действия иммунной системы есть овощи, фрукты, заниматься физкультурой, это все общие методы, а это какие-то конкретные конкретные. Может быть есть конкретные, которые... Пока не могли найти такого метода. Полез, полез, чтобы ответить лучше. Нет, я не отвечать буду, я хочу спросить, у меня что-то неопутанное с вами было. Какую из этих двух работ сделали американцы, американец, а какую сделала японец? По-моему, левую сделала японец, а не право японец. Нет, ты говоришь, нет. Левую, там, левую, CD4-1, это сделал американец, Джеймс Эдисон. А PD1? А он один, а японец, ну, один, наверное, у него была ла-ла-ла-ла. А PD1 сделала японец, да? А PD1 сделал японец. Причем PD1 оказался более сильный, тормозящий, и вот его, его блокирование этого тормоза оказывается более существенно, более существенно воздействует на усиление иммунитета и применяется при многих различных видах раков. А вот первое пока только пробировано на меланоме. Но я еще хочу добавить, потому что вы сказали, что трудность этого направления заключается в том, что снимается тормозяйшее действие тельефоцитов и стекилеров не только против опухолевых клеток, но и против других клеток организма. И это создает невероятные побочные эффекты, которые непонятно, как преодолеть. просто непонятно, нет мысли даже как-то реализовать такие эффекты. Это самая главная трудность сейчас для долей эти побочные эффекты. Пытаются, пытаются, каким-то образом немножко удается как-то сейчас. Кажется мне, что с помощью применения кортикостероидов как-то начинают, когда уже чересчур активная иммунная система, ее начинают уже подавлять. Но пока это проблем совершенно. Еще есть вопросы? Все, Миша, пожалуй, сейчас будет сообщение Нарсунского о последних работах против Горисветова Астроситика. Ну, я думаю, что довольно должно быть интересно. Добрый день, уважаемые члены клуба. Первое, я хотел оценивать по поводу выступления ВИБе. Ну, отвечая на вопрос Игоря, есть ли еще методы лечения раковых заболеваний помощью иммунной системы есть? 20 июня я рассказывал о лечении лейкемии мемпоцитами то же самое специально тренированными и там повезло о том, что на этих клетках, которые образуются при лейкемии есть специальный белок, с которым соединяются эти лейкемии и их убивают. Мне хотелось бы сказать вот что, что отметить, что американский лейкемии ученые получили фенотеринскую кремию, был одним из пионеров использования иммунной системы для лечения онкологических заболеваний. Да, идеи были. И как я могу ошибаться, значит, как было построено лечение? Надо убивать раковые клетки, химиотерапии и так далее и тому подобное, а использовать иммунную систему таким образом, чтобы она помогала лечить больного. Вот это, по-моему, он был одним из пионеров этой методики этого направления. Второе, о чем мне хотелось сказать. В прошлый раз, 21 числа, Адольфи, профессор Филиппов рассказывал нам о основах термодинамики. Он говорил о формуле В квадрат, деленная на 2, равняется РТ, температура фактически пропорциональная массе и скорость в квадрате. Я приводил пример по поводу зонда Паркер, который летит, летит, уже достиг поверх не поверхности Солнца, а вошел в корону. Корона это фактически атмосфера солнечная и не сгорает. И залы раздавались возгласы, а непонятно почему. А происходит это потому, что корона разряженная. И там плотность маленькая, частиц мало. Примерно то же самое происходит, когда мы 22 ноября мы все жарили турку. И для того, чтобы проверить готова она или нет, мы с ножом вводили руку в эту духовку. И рука ничего, тепло, но не сгорала. А если мы эту руку положили в воду, то надо было вызывать сразу скорую помощь. Вот это вот потому, что температура это мера кинетической энергии вещества. Или атом, частиц, которые состоят эти. Второй пример, который можно сказать, это Солнце излучает во все стороны и в том числе излучение идет на Землю. В космическом пространстве температура 3 градуса Келлина. Почему? Потому что на один кубический километр в космосе всего один атом. Но когда это излучение подходит к Земле, то происходит взаимодействие этого излучения с молекулами, с частицами. Самолет летит на высоте 10 тысяч метров температура минус 50 градусов. Самолет садится, например, в Лондоне температура плюс 30 градусов. Вот это я хотел добавить к тому объяснению, которое было на обсуждении доклада профессора Фильмова. И третья основная моя сегодняшняя задача это последние работы выдающего стеастрофизика Стивена Хокинга. он умер 14 марта 2018 года у себя дома в Гембридже в присутствии своих родных. последние работы мы будем с вами разговаривать о двух последних работах Стивена Хокинга о его статье и о его книжке. Ввиду того, что мне надо будет несколько обращаться цитировать, я буду пользоваться немножко материалом. последняя научная статья Стивена Хокинга опубликована в журнале Journal of High Energy Физик 4 мая. Значит, правили эту статью 4 марта с автором с автор господин Хертог Томас Хертог пришел к Хокингу и сравнивал и обсуждал последние обсуждал последние штрихи к этой работе. Исследования Хокинга и Хертога утверждают Работа посвящена тому, что кроме нашей Вселенной существуют и другие Вселенные. Работа математическая Хокинг физик-теоретик он это доказывает с помощью формул и предлагает для проверки этого эффекта запустить специальный зонд реликтовое излучение фоновое излучение которое образовалось после преобразования Вселенной этот зонд должен быть оснащен специальными датчиками которые позволят определить были ли еще Вселенные кроме нашей и другие. вот этому вопросу посвящена последняя работа Хокинга. Исследования Хокинга и Хертега утверждают что доказательства для мультивселенной должны быть измерены с помощью фонового излучения относящихся к началу Вселенной. В статье также предполагают что это излучение можно обнаружить с помощью зонта с глубоким пространством оснащенным ближайшими датчиками. Вот собственно суть этой статьи. Вторая работа которая мне хотелось бы вам рассказать это книжка. Последняя книжка Стивена Хокинга он вообще был большим популяризатором науки. Вы это знаете. Он много книг написал. И вот эта последняя книжка называется она Краткие ответы на общие вопросы. Значит на протяжении последних многих лет Хокингу присылали множество вопросов с самыми различными направлениями фундаментального характера о вселенной о жизни о интеллекте искусственном и так далее и тому подобное. И он написал эту книгу которая была презентирована 16 октября этого года его дочкой. Я хочу вам зачитать ответы вопрос вопрос ответ вопрос ответ краткие ответы на общие вопросы. Первое есть ли Бог? Бога нет никто не управляет вселенной. С чего все началось? С большого взрыва очень горячего. Есть ли во вселенной другие другая разумная жизнь? Да, есть другие формы разумной жизни. Можем ли мы предсказать будущее? Это очень сложно. Что внутри черных дыр? Если вас затянет черная дыра, вы превратитесь в погиби. Возможно ли путешествие во времени? Этого нельзя исключить. Выживем ли мы на земле? Выживем ли мы на земле? Вопрос. У мирового порядка есть будущее. Следует ли нам завоевывать космос? В ближайшие сто лет мы сможем путешествовать в любую точку Солнечной системы. Обгонит ли нас искусственный разум? Сверхразумный искусственный разум будет очень успешно добиваться поставленных целей. Как мы формируем наше будущее? Как мы формируем наше будущее? Не забывайте глядеть на звезды, а не себе подвиги. С ответом на главный вопрос, Хокинг тянул достаточно долго, и лишь перед самой смертью признал, что пришел к окончательному выводу. Всевышнего и к этой жизни после смерти нет. Все мы вольны верить, во что хотим. И с моей точки зрения, это самое простое объяснение того, что Бога нет. Никто не создавал эту вселенную, никто не управлял нашей судьбой. судьбой не судьбой жизни, а это лишь мечта. Этому нет надежных подтверждений. Это противоречит всему, что известно науке. Когда мы умираем, мы обращаемся к праву. Но в нашей жизни есть смысл. Он в нашем влиянии и генах, которые мы продаем другим. Вот вкратце эта книжка. Мы ждем ее перевода. Она наверное будет продаваться и мы ее с удовольствием почитаем. И последнее, что я хотел сказать, это о похоронах профессора Хокинга. Итак, Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. 20 марта декан руководитель бессмейстер правопадства Джон Холл предложил похоронить великого ученого в пантеоне аббатства неподалеку от могил Ньютона и Чарльза Дармена. Цитирую. Совершенно очевидно, что прав профессора Стивена Хокинга должен быть похоронен в аббатстве рядом с другими знаменитыми ученых «Мы считаем необходимым, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы пытаться решить великие тайны жизни и вселенной», сказал представитель арбатства. Письмейстерское арбатство в религиозном учреждении в англиканской церкви, которая является одной из людей христианств. 31 марта в субботу в Кембридже произошло отпевание Стивена Хокинга в присутствии родных, друзей, коллег. Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию. По мнению родственников профессора, это даст большему количеству людей возможность проститься с ученым. Служение состояло в церкви Святой Марии неподалеку от колледжа, где выдающийся физик проработал 52 года. 15 июня в Лондоне на территории Весмистерского арбатства придали земле прах астрофизика и пульзатор науки Стивена Хокинга. С ученым простились его родственники, друзья и коллеги по научной работе. Надпись на могильной плите великого ученого гласит «Здесь покоится то, что было смертным Стивене Хокинга». Значит, фотография плиты у меня есть. Кто хочет посмотреть и увидеть этот конкретный посмотреть и самолично перевести, что написано, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, то я какому-то вот, собственно говоря, о чем я хотел рассказать в своем выступлении. Пожалуйста, вопрос и рекомендуйте. «Самый губерстанец». Какое самое большое достижение Стивена Хокинга? Кто он жил и работал в наше время? Нет, это не ответ. Это не научный ответ. А, научный? Да. Значит, Хокинг одним из первых создал теорию черных перьев. Он, если вы посмотрите на могильную плиту Хокинга, там приведена формула, которая связана с излучением черных перьев. вот это его наверное одна из основных работ таких пионерских. Значит, излучение, которое имеется в черных дыре, так и названо излучение Хокинга, еще одного автора, я не помню. Но Хокинг работал в других направлениях. Он работал в области сингулярности, преобразовав, при возглавении Вселенной. У него вообще много работ связанных с вопросами возникновения Вселенной. Он был ну как горячий сторонник, один из основателей, один из основателей ну не теории, а возникновения Вселенной. он в частности пропагандировал в своих книжках, в своих выступлениях, в своих кинофильмах и так далее. Вклад этого физико-теоретика, астрофизика и космолога в науку достаточно значительный. страхи. Скажите, все его ответы очень краткие, но он не объясняет ничего и те доказательства того, что он говорит, это действительно так и есть Я понимаю ваш вопрос. Во-первых, много доказательств о тех книгах, которые он написал раньше. Эти книги, их 5 или 6 книг. Их можно посмотреть. Они у меня, например, я их читал, мне там не все нравится, но, в общем, это интересная работа. Я не могу ответить на этот вопрос конкретно. Я не видел книжки. Я взял, она на 16 октября пришла презентация. Самой книжки я не видел и не могу вам ответить на этот вопрос. Ну, например, по первому вопросу отсутствия Бога, у него есть и книжки, и кинофильмы, и так далее. Он где-то в работе 2005 года, насколько я помню, у него оставала еще какая-то там щель создателя при восстановлении Вселенной. Но работа 2008-2009 года, он окончательно отказался от этой идеи и подчеркнул это, что мне для объяснения восстановления Вселенной Всевышний не нужен. Это его мнение. Естественно, его мнение. Но это мнение, это мнение, ведь это мнение ученого и результаты тех последних достижений, которые достигнуты в области космологии. Идет разговор о том, опять раздается вопрос, что там достигнут-то. В течение последних 30 лет в космическое пространство запускали три обсерватории в 1989 году, в 2001 году и в 2005 году. Две были две обсерватории американские, это Коби и Ви Мэг, и одна обсерватория это Европейское экономическое сообщество. Эти обсерватории изучали реликтовое излучение, излучение, которое возникло после 380 лет образования Вселенной. 380 лет. Наша Вселенная существует 13,8 миллиарда лет. Это 380 тысяч лет, это 0 и 7 знак после запятой. Так вот, это реликтовое излучение изучалось и так, и сяк, и обрабатывалось, и измерялось, и так далее. Значит, все три аппарата подтвердили и дали одни и те же результаты. Что изменилось? Изменилась точность полученных результатов. Потому что все более и более точные приборы оснащались этой спутникой. Там была уточнена постоянная хаббла, было более точно определено время жизни Вселенной и так далее и тому подобное. То есть, если говорить вот о сегодняшнем состоянии космологии, то мы, то наука, наука представляет, что происходило со Вселенной после времени 10 минус 35 степени, после откачания инфляции. Вот это время горячей Вселенной, которые многие положения подтверждены у нас на Земле. Например, вот недавно нам Белов, или я не помню, рассказывал о достижении в искусственном интеллекте. И он говорил, что достигается температура 118 тысяч градусов Кельмена. 118 тысяч градусов Кельмена. Значит, были первыми людьми, которые вступили на Луну. Всего было 5 полетов на Луну. Было 12 космонавтов на Луне. 168 килограммов грунта было собрано для исследований. Это величайшее достижение человечества. И после этого человек с Земли не сступал на другие объекты Солнечной системы. Следующая программа НАТО. Она называлась ШАТЛ. Это аппарат, который многоразового использования. Таких ШАТЛ было 6. И они довольно успешно проводили вот эти вот многоразовые полеты на Луну. Извиняюсь, эти полеты вокруг Земли. Вот следующее, пожалуйста. Вот это я прошу ШАТЛ и рассказала. У них было 135 запусков. И они использовались для проведения всевозможных сложных научных экспериментов. Большой вехой деятельности НАТО, следующий, пожалуйста, было так называемое рукопожатие в космосе, когда в 1975 году была произведена первая стыковка корабля Аполлон и корабля Союз-19 Советского Союза. Тогда были отработаны первые, значит, стыковка этих кораблей, переход из одного корабля в другой. То есть это была очень большая веха на пути возможностей поведения человека в космосе. И это эпохальное событие, оно называется рукопожатие в космосе. К сожалению, такого большого сотрудничества после этого времени не наблюдают. И, так сказать, сегодняшнее достижение сегодняшнего дня, пожалуйста, следующее. Это самый дорогой проект в истории человечества. Это международная космическая станция МКЦ. Значит, этот проект примерно оценивается в 150 миллиардов долларов. И в нем занимает участие 4 страны, значит, Россия, Канада, США и Япония и 10 стран Европейского Союза. И строился этот корабль в образовании этой станции межпланетной, орбитальной станции вокруг Земли. Он строился по так называемому модульному принципу. Можно, пожалуйста, следующее. Вот сначала, в 1998 году, вот крайний рисунок, был первый модуль ЮНИТИ, модуль Соединенных Штатов Америки. Затем, уже вот в 2000 году, было еще два модуля подсоединено. Это, как она выглядела в 2006 году. То есть, она постепенно подсоединялась в модули различных стран. А что такое модуль? Это модуль лаборатория, модуль живое помещение, модуль японский, модуль французский. То есть, участие принимало 14 государств. Следующий, пожалуйста. А вот эта станция уже в 2010 году. Это из-за вот такой общей внешней межпланетной. И можно следующее? Значит, что... Какова цель работы этой станции? Она изучает различные аспекты воздействия микрогравитации, вакуума, неославленного космического излучения, чтобы проводить, как это все влияет на всевозможные биологические объекты. Как это все влияет на поведение жидкости. То есть, физика в этих условиях изучается, биология в этих условиях изучается. Вот здесь показана панель. Когда изучаемые объекты выносятся в открытый космос, помещаются там, возвращаются обратно. То есть, это огромный исследовательский центр, который сейчас проводит фактически все человечество. Предположительно, эта станция должна существовать до 2025 года, и потом она постепенно будет, деятельность ее будет закрываться. Вот и работает эта станция до настоящего времени в сотрудничестве со всем, можно сказать, миром. Кстати, в этом году исполняется 20 лет существования работы этой станции. Ее основы были первым, может быть, в 1998 году, и сегодня ей исполняется 20 лет. Так что у нас 60 лет самой НАЦА, 50 лет первого облета вокруг Луны, и 20 лет международной космической станцией. Америка отмечает все эти события, но мы, американцы, и, конечно, отмечаем тоже. Теперь я хочу, почти кончаю, можно, пожалуйста, следующее. Значит, какие стратегические планы у НАТО? Значит, во-первых, теперь планируются коммерческие полеты на низких отметках, то есть, которые могут осуществить, работать для того, чтобы продолжать изучать Землю. Дальше, исследование и запуск, несколько миссий с роботами. И высадка на человека на поверхности Луны, это вот планируется. И подготовка, пилотируемые миссии на Марс. Это то, что есть в планах НАТО. Ну, и вы уже все слышали, конечно, что сейчас действительно стали широко использовать, привлекать к деятельности НАСА, вот у нас есть. То есть, ИКС, МАСК, который запускает свои очень успешные аппараты, возвращаемые на Землю, ракетоносители. То есть, процесс этот не останавливается. Я хочу вам привести мысль одного ученого, забыла его фамилию, который сказал вот такую вещь, что теперь для продвижения науки необходимо понять, что происходит, каковы законы, на уровне микромира. И у человечества есть только два пути исследовать эти вопросы. Это построение... Нет, нет, нет. Как это называется, эти аппараты, которые... Аппаратура, в которой мы изучаем дядюшные реакции. Коллайдеры? Коллайдеры? Да, да. Коллайдеры. Коллайдеры. Это современные коллайдеры. Только развивая огромную энергию... Извините, что слово ушло. Только развивая... Применяя все большие методы. Затрачивая огромную энергию в этих коллайдерах, может быть понято, что происходит внутри микромира. А второй путь, это космос. Вот только изучая космос и процессы, которые там происходят, можно будет со временем понять, что такое квантовая гравитация и как из этого извлечь пользу. Как поставить на пользу человека энергию гравитации. И это залог того, что в будущем человечество сможет существовать. Так что НАСА принимает в это пока огромная усилия. Вот это все, что я хотела. Можно мне дополнить? Дополнить. Конечно. Докладчики не возражаются. Я бы хотел сообщить, уважаемую аудиторию, что в 70-х годах я и моя жена Константина Елена Витальевна были органачальниками новой науки, которая тогда уже была названа космическая иммунология. Были созданы лаборатории. Лаборатории в центре института космических исследований. Ну, это называется институт медицинских проблем. И в моем институте моя лаборатория, в которую вступили в контакт с НАСА, с лабораториями космическими Венгрии, Швейцарии, Англии, Франции. И мы были в нашем Советском Союзе первыми, кто исследовал иммунную систему человека в космосе при коротких и при длинных полетах. Мы были первыми, кто определили, что при длинных космических полетах страдает противораковая защита человека в космосе, а именно снижается активность так называемых «nature triggers» — натуральных и естественных кейлеров. Затем у нас была налажена кооперация со всеми теми странами, которые я перечислил. У меня в лаборатории постоянно работали представители НАСА. Несколько человек. Четыре-пять человек. Вот. Работники из Франции, из Швейцарии, из Венгрии. И результатом этих исследований была нами написана первая монография по космической монологии, которая была издана в 90-м году прошлого века в Англии. За время кооперации мы опубликовали совместно очень большое количество статей в американской печати, в российской печати, еще книг и так далее. Я хочу напомнить всем присутствующим, что, несмотря на то, что условия для науки были не слишком блестящими в Советском Союзе, мы все-таки оказались первыми, кто смог изучить человека в космосе. Это произошло потому, что Советский Союз первый запустил человека в космос и продолжал запускать в космос. А мы уже присоединились к этому процессу и исследовали, как человек себя в космосе чувствует. Должен сказать, что там есть много проблем, которые влияют и будут влиять на полет человека и другим телам. Спасибо. Теперь, пожалуйста, вопросы к докладчику. Можно? Ай, не знаю. Нет, ну, не знаю. Работу. Вопросы, да? А вот и стало известно, что изобретатель известного автомобиля Маск послал свой автомобиль на Марс. Вот с этим, если дошел или не дошел этот автомобиль? О том, что автомобиль Маска сел на Марс, нигде никаких сообщений нет. Ну, Маск заявил теперь, что он вообще иммигрирует, хочет иммигрировать на Марс. Мы посмотрим, что это будет. Вы упомянули, что у Марса есть атмосфера. Я послышался ли это так? У Марса есть разряженная атмосфера. Ну, я вообще об атмосфере Марса. Да, конечно, в нее погрузился корабль, и вот этот инсайд в 6 минут. И из-за того, что эта атмосфера не была прервана связь из-за... Да, у него не было развернута еще ночевой, и он в 6 минут связи не было. А связь осуществлялась через... Это Марсу А и Марсу Б. То есть антенны еще не были... Маленькие папоратики. Спасибо вам. Уже работают. Еще вопросы есть? Скажите, пожалуйста, почему американцы летают на российских... На чем? ...ракетах. На станцию... Если можно, на МКС полететь. Нет, не поняла вопрос. Американцы присоединяются к российским космонавтам и летают на российскую станцию. Да. Если можно, летать на МКС американскую. Нет, но МКС это станция, которая... Только одна станция. Это только одна станция. МКС это станция уже на орбите, А тогда эту станцию нужно обслуживать. Туда нужно доставлять материалы, туда нужно доставлять людей. И доставка осуществляется с помощью российских ракетных двигателей. А санкции уже на орбите. А санкции уже на орбите. Так случилось. Я это постараюсь сделать. Так, пожалуйста, еще вопрос. Ну как нет. Ну так случилось, что докладчик уже ушел, а у Монгариса появился вопрос, да? Отнесено на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, было сообщение, что в связи с обострением отношений между Америкой и Россией, Америка отказывается покупать какие-то космические, эти самые и так далее. Ну, дело в том, что сейчас отношения обострились, но тем не менее этот договор о использовании советских ракет для доставки грузов, он еще действует несколько лет. Он не расслаблен еще. Спасибо. Еще вопросы есть? Так, вопросов нет. Спасибо. Теперь мы переходим к обсуждению. Да, поскольку у нас завис один вопрос Бориса Мерина, Михаилу. Сейчас мы это дело реализуем. У меня один вопрос к Михаилу. Вопрос касается как раз темой, которую коснулся Фамилия, фамилия. Хокин. Значит, я... Мне довелось как-то читать литературу о том, что Хокин очень интересная фигура, но, в общем-то, как физика, как специалист, он ну, не такой уж большой важности даже не такой вообще важности не представляет. Для меня поэтому вот такой ажиотаж немножко был странен. Может быть, это не так? Миша, ответьте, пожалуйста. То есть, вот есть такая точка зрения. Она на высоком уровне была из-за учебной. Россия странновато странновато слышать такой вопрос. Если физика хоронят рядом с Ньютоном и Гаргеном, то это прямой ответ, что из себя представлял Стивен Хокинг. Значит, я понимаю, о чем идет разговор. Стивен Хокинг, начиная с молодых лет, болел. Очень серьезно болел. Я не помню, как называется его заболевание. Он не мог общаться и так далее и тому подобное. но тело болело, а голова работала. Количество статей, книг, достижений настолько высокого ранга, что говорить о том, что Стивен Хокинг был какой-то средненький физик. Мне кажется, это даже о том, что кто-то что-то говорит. Пускай говорит. Ведь результаты оценивает человека не потому, что он говорит, а потому, что он сделал. А Стивен Хокинг сделал в науке достаточно много. И все его идеи, которые в статьях опубликованы, они проверяются и над ними работает все человечество, имея ввиду науку, астрофизика, космологию. Вот так я могу ответить на этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Валерий Кузьмин. Так. Почему ответить? Так. Я не знаю какой точки зрения, я сказал ту точку зрения, которой я придерживаюсь. Уважаемый, уважаемый членок клуба. Был вопрос, был ответ. Все. Если у вас между вами там есть какие-то еще неясности, ну... Он дополнительно задает. Я бы дополнительно Нет, не нужно дополнить, да? Не будем, не будем. Миша, Михаил, пожалуйста. Нет вопросов кому? Нет. Нет. Итак, итак, значит, мы закончили заслушивание доклада, вопросы-ответы были, теперь переходим к следующей стадии, к обсуждению. Правильно? Правильно. Значит, если вы как лаборатор продолжаете, или... Давайте вы уже закончите. Хорошо. Значит, я уступаю женщине, поэтому я продолжаю. Итак, значит, Лев, пожалуйста. Хорошо. Я хочу поблагодарить за сообщение о вас, о нас, и очень маленькое дополнение. Может, я пропустил и было сообщение, но есть целый канал телевизионный Насы, канал специальный, и он дает очень интересные сообщения телевизионные, в том числе вот посадка на Марс. и если кто хочет, это можно смотреть, это, конечно, потрясающее впечатление этой аудитории, которая смотрит, и особенно в этот момент, когда нет связи, потом садится, возникает просто давать это как ученым, очень интересно, когда достигаются какие-то другие достижения. Мне кажется, очень интересно смотреть этот тонал. Спасибо Вам за интересный сообщение. Спасибо. Так, по-любому из докладов, пожалуйста, кто хочет выступить? По-любому. Вот так. Исчерпали? Не-не. Устали? Опять как если говорить о Марсе, это очень интересно. Дело в том, что недавно туда полетел какой-то корабль, он летел туда шесть с половиной месяцев в одну сторону. И я где-то вычитал еще статью в американской Востон-Глобе, и там есть какая-то вроде запись желающих лететь на Марсе. Кажется, туда очень много желающих, но все проблема в том, что туда только в одну сторону лететь, а обратно уже там лететь или нет, это уже неизвестно. Для меня эта проблема с Марсом остается очень серьезной. Ну, для меня, конечно, никто и не рассчитывает, но в принципе это проблема, потому что это все-таки далеко и долго. Ну, наука требует, значит, наверное, этим зависит. у меня еще есть одно замечание по поводу выступления Михаила Корсунского. Это я не говорю, но это уже он не первый раз об этом говорит, причем очень, так сказать, с энтузиазмом, пытается доказать отсутствие Бога. Это уже несколько раз Сергей не выступал, но сегодня я так решил два слова сказать. Ну, естественно, мы в тех жили в стране, где религия так практически отсутствовала благодаря указанию свыше. То есть, в свое время были расстреляны и посажены все хлопы, все грабили, там, имамы и так далее, разломаны все церкви, церкви и так далее и все вот 70 лет это так и продолжалось. Никого из нас практически нет ничего внутри религиозного. Но мы приехали в другую страну и надо сказать, что несмотря на все научные достижения, подавляющее большинство американцев все-таки в Бога верят. Все-таки более 90% верят по-разному, конечно, есть очень сильно верят ортодоксально, есть не очень, вы посмотрите, какое количество церквей, синагог и всего прочего вот здесь в Америке. и каждое официальное собрание правительства начинает с того, что выходит прист или даже иногда равен и начинает с того, что все молятся. Ну там как вот даже сегодня идут похороны президента бывшего буша и выходит в начале выходит или прист молится и все по-настоящему молятся. То есть я к чему это сказал? Я сам в общем-то как и все вы к тому, что религии не существует и никого у Бога нет. Но тем не менее я иногда хожу в синагогу, причем ортодоксальную, но я хожу не потому что я иду туда молиться, а потому что это место, где собираются все евреи, для меня это важно. И я в какой-то степени что-то читаю, что-то там изучаю. Это опять лично каждому кто хочет, кто не хочет, кто хочет, кто не хочет. Но все дело в том, что в самом начале, когда образовалась жизнь, сейчас все думали об этом. Откуда это все взялось? Где это пришла теория большого взрыва, туда-сюда в конце концов появилась религия. То есть люди хотели объяснить, как же так? Все так все организовано вроде все это. Люди рождаются, умирают, опять продолжаются, жизнь продолжается уже там миллионы лет. И кто-то же должен отвечать за это, кто-то должен организовать это все. Ну и пришли к миру и тому, что это должно быть какая-то божественная сила, какая-то чрезвычайно могучая что-то такое, которая все это дело организовала и нами управляет. Люди к этому привыкли и так и считают, что вот так оно и должно быть. Но те ученые, которые считают, что это не так, создали определенную теорию, работают, тратят деньги, приводят к каким-то выводам. Ну, большинство людей эти выводы как-то просто никто и не знает. Михаил говорит, ну, читайте. Ну, что читать, при чем читать? Ну, как я могу читать, что произошло при большом взрыве миллионы лет тому назад на расстоянии там, допустим, огромного количества световых лет? Я не знаю. И я не могу сказать, что тот, кто ведет какие-то научные исследования сейчас, они уверены в этом. Так же, сам Михаил говорит, что наука в том же заключается, что выполняют гипотезу и потом находят метод, как это дело практически проверить. И если это так, тогда это уже превращается в силу закона. И все понятно. у меня нет возможности проверить, что было миллионы лет тому назад и нет возможности проверить то, что было в миллионах световых лет. Это все нереально. Поэтому я еще раз говорю, я не знаю, верю я или Бога нет. Наверное, все-таки нет, но большинство людей, как я уже сказал, в Америке и вообще других свободных странах будут верить. Мы как-то верим. Кто много, кто делал такое, что это свободное. Хочешь, а не хочешь, не ведь. Поэтому проводить такие какие-то агитационные такие агитки, с конца выступать много раз просто в нашем клубе это, наверное, не надо, потому что мы же не религиозная организация, не политическая организация. Мы занимаемся научным исследованием. Поэтому мне такое казалось, что просто этим делом заниматься не надо. Спасибо. Пожалуйста. Так, следующий выступление. Короткое выступление. Во-первых, я хочу сказать о очень сильном заблужении предыдущего оратора, так сказать, потому что в Америке существует разделение религии и государства. и то, что он говорит, что все государственные эти вот перед заседаниями молятся, это абсолютно неправда. Ну-ну, посмотрите. Это разделение государства и религии. со своей точки зрения я могу сказать, что я пришел, я так, как и вы, конечно, был, и очень много спорив, что Бога нету и тому подобное, но то, через что я прошел в Америке, привело меня к заключению то, что существует высший разум. и Бог это представитель высшего разума. Это то, к чему я пришел. Еще что я хочу сказать, что очень много религиозных, так сказать, заповедей и эти вот со временем превращаются в научные исследования. Спасибо. по поводу доклада. Нет. Это похоже. Так, еще есть желающие выступить? Но по поводу дискуссии есть Бог или нет Бога, я думаю, что эти дискуссии нужно проводить вне заседания нашего блога, потому что мы так далеко зайдем. Итак, если нет больше никаких выступлений, прежде чем отдать микрофон начальнику присутствующему, я хотел бы дать слово Сухарскому. Спасибо. Значит, я хочу сделать сообщение, не касающе сегодняшней тематики. Я потом, Лёля, вас попрошу заслать. Дело в том, что 11 числа в 5 часов вечера в этом зале будет мой концерт. Будет что? Ну, я не знаю. Какой день? Вторник, 11 число. Будет что? Мой концерт в этом зале. Как он называется? Ваши любимые песни, Боря. Какой число? В 5 часов вечера. В этом зале? В этом зале, на этой сцене. Михаил Сухарский. Итак, я, как ведущий, тоже пару слов хочу сказать. В общем-то, я считаю, что хорошо, хорошо сегодня прошла конференция. Вот, правда, накладки из-за того, что президента нет, и поэтому некоторые нестыковочки. Но мелочь, мелочь. Вот. Очень радует, что люди интересуются. Каждому докладу столько вопросов. Я думал, что будет пять минут, а оказалось, что вопросы занимали примерно такое же время, как сами доклады. Вот. Так что, в общем, это очень полезная, очень полезная идея проведения конференции. Я благодарю всех за внимание. Спасибо. И передаю микрофон вице-президористов. Закрытись.